Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Знойно и без дождей. Штормовое предупреждение о пожаре действует в крае до 16 июля. Добро пожаловать! Почему иностранные туристы в этом году не едут на Алтай? Несмотря ни на что, впервые в истории алтайские спортсмены-инвалиды привезли золото сибирских игр. Итак, алтайские синоптики объявили очередной шторм-прогноз. На этот раз на территорию края пришла аномальная жара. В ближайшие дни ожидается более 30 градусов. При этом будет ясно и без дождей. Знойная погода принесет с собой сильные ветры с порывами до 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохранится вплоть до 16 июля. Сотрудники МЧС обращаются к жителям края с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры в лесах или на садовых участках. Также в жару многие люди тянутся к водоемам. Спасатели настоятельно просят купаться только в отведенных для этого местах. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также пожилым, медики советуют днем не появляться на солнце. Продолжим. Чемпионат мира по футболу, который проходит в России, скорректировал планы региональных туроператоров. Поток иностранных туристов, увы, не хлынул. В этом году на Алтай все отправились в центр страны и смотрят матчи в Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сегодня заявили представители Алтайской ассоциации туризма. Так что же в этом году происходит на рынке отдыха края и что делать, если ваш туроператор объявил себя банкротом, знает Ирина Корчагина. 3000 жителей края в прошлом году отдохнули на зарубежных курортах. Для региона это приличная цифра, говорят в ассоциации регионального туризма. Самое продаваемое направление этой зимой – Вьетнам. Самым популярным и доступным маршрутом остается Турция. В среднем семье из трех человек на недельный отдых понадобится 100 тысяч рублей. Что касается Алтайского края, недельная путевка обойдется примерно в 120. Чаще всего к нам приезжают жители Австралии, Канады, Америки и Японии. Европейцы ехать в Россию просто боятся. Все равно неблагоприятный информационный фон, связанный с холодной войной европейской, он сказывается. Политика вмешалась. Политика вмешивается. Еще одна тема для беспокойства – банкротство туристических компаний. Сейчас такая угроза нависла над Натали Турс. Туроператор пока приостановил продажу путевок до 30 сентября этого года. Алтайские эксперты советуют. Если человек уже находится за рубежом и у него возникли проблемы с заселением, необходимо собирать все чеки, подтверждающие дополнительные затраты. При этом надо сообщить о проблемах своему агенту. При возвращении домой должен действовать следующим образом. Писать, соблюдать досудебный порядок разрешения вопроса, а именно писать претензию с указанием всех обстоятельств, которые имели место быть на отдыхе. И, соответственно, ждать ответа от туроператора. Согласно закону об основах туристской деятельности и закону о защите прав потребителей, это 10 дней. Головной боли местных туроператоров остается курортная гонка с республикой Алтай. Они признают, что регион по количеству отдыхающих сильно проигрывает. Недавно в Рио губернатор заявил, что развивать туристические проекты края возможно только в тесном партнерстве с Горным Алтаем. Так что теперь будет много работы именно в этом направлении. Ирина Корчегина, Павел Лавнин, Андрей Печоркин. Наши новости. Теперь к политической жизни края. Еще один кандидат, шестой по счету, выдвинулся на пост губернатора Алтайского края. Это рубцовский журналист Сергей Сущевский. Он идет на выборы от партии малого бизнеса. Документы в Краевой избирком новый претендент подал накануне 9 июля. Теперь Сущевскому, как и остальным кандидатам, предстоит пройти муниципальный фильтр. То есть собрать в поддержку своей кандидатуры 534 подписи муниципальных кандидатов и избранных сельских глав. Отметим, что в своей предвыборной программе Сущевский, который является к тому же предпринимателем, делает акцент на поддержку малого бизнеса. Добавим также, что на пост губернатора края претендует еще 5 человек. Это в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выдвинут партии «Единая Россия». Предприниматель Андрей Крылов от партии «Роста». Депутата КЗС Владимир Семенов выдвинуты ЛДПР. Общественник Виктор Рау от партии «Яблоко». И первая в истории края женщина-кандидат Людмила Суслова от партии «Справедливая Россия». Пока неизвестно, найдутся ли новые желающие возглавить регион, но время на подачу документов в Крайсберком еще есть. Оно истекает 28 июля. Досрочные выборы у губернатора региона, напомним, пройдут в единый день голосования 9 сентября. Гранты, субсидии, льготы по оплате ЖКХ. Вот такие меры поддержки обещают власти края малому и среднему бизнесу. В правительстве обсудили инвестиционный климат в регионе. Целевым образом поддерживаются проекты по развитию частного бизнеса в отдельных приоритетных отраслях. Это касается и сферы культуры, спорта, дошкольного образования. Продолжится в Крае работа в рамках государственно-частного партнерства. Но вот, например, с медицинскими учреждениями. Благодаря такому сотрудничеству в конце этого года в Барноле должен открыться новый центр томографии. Инвестиции могут прийти туда, где видят, что их ждут, что с ними готовы работать, что путь открыт. И все же основные направления алтайской экономики – это туризм и молочное скотоводство. Пока в этих сферах не все вопросы решены. Министр сельского хозяйства Края сообщил, что сегодня алтайские молочные продукты экспортируются в 16 регионов России и за рубеж. Но сложное экономическое состояние ряда хозяйств может привести к тому, что в регионе могут вырезать более 9 тысяч голов крупного рогатого скота. От 12 районов, которые попали в буферную зону с казахстанской границей, длительное время не могут реализовывать свою продукцию. В Барноле продолжается ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На данный момент работы идут более чем на 30 участках. А вот в селе Бобровка, Первомайского района, дорожное покрытие ремонтируют за счет средств регионального бюджета. Начали ремонт еще месяц назад. Дорожные службы, по словам местных, сняли старый асфальт, вырыли огромные ямы. И, увы, больше не появлялись подробности в материале Валентина Аскеровой. После дождя лужа большая. Ну, я даже ни знаков, ничего не вижу. Ну, я даже не думал, что это будет там яма. Вот, грохот такой, вышел из машины, валяется бампер, спущенное колесо. Ни знаков осторожно, ни тех, которые бы предупреждали о ремонте дорог. Почти километр центральной улицы Бобровки в огромных ямах. Неделю назад местный житель Самойл провалился в одной из них. Ремонт автомобиля обошелся в 30 тысяч рублей. Денег не было, пришлось занять. Чуть-чуть асфальт наклали, я стою, вот смотрите, пожалуйста, дальше лежит. А здесь дети, самая главная улица, центральная получается. Школа, да? Школа здесь, садик там, вот сельсовет здесь прямо. Ну, как ездят, что делать, я не знаю. Ну, как нам быть? Возмущены все жители. Они в недоумении, как в 21 веке могут быть такие дороги. Поездим, вот так вот, подвески бьем, машины вырубим, но больше остается дело. Ну, может быть, все-таки пожаловаться? А кому? Кому жаловаться-то? Если яма повредила автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Лишь после этого можно получить компенсацию за причиненный ущерб. А жаловаться нужно в сельскую администрацию. Именно она отвечает за текущий ремонт дорог Бобровки. В этом году Дорожный фонд Края выделил на ямочный ремонт центральной улицы села около 100 тысяч. На эти деньги должны были отремонтировать почти 100 квадратных метров ям. Но ничего пока не сделано. Работа брошена месяц назад и с тех пор, по словам жителей, к ней не возвращались. В сельской администрации о проблеме знают. И объяснение у них всему происходящему нашлось незамедлительно. Нашей съемочной группе пояснили, что причина столь продолжительного антракта – дожди. Если погода нам позволит, мы закатаем сегодня-завтра. Сегодня-сейчас они ямы выдолбят, которые прольют бетоном. И завтра будет асфальт. Мы четыре машины уже разложили. Завтра будет последняя машина. До улицы юбилейной мы сделаем. Сергей Иван Пилин заверил, что работы уже ведутся. Но мы, прокатившись по селу, не заметили ни одного автомобиля спецтехники. Так что предпосылок, что завтра местные жители смогут с комфортом прокатиться по главной улице села, по-прежнему нет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. 60 человек, представители 18 медицинских династий края и стопчихи Бийско-Рубцовско-Барнаула сегодня были приглашены на торжество в честь общероссийского праздника Дня семьи, любви и верности. Почему из поколения в поколение эти люди остаются верны клятве Гиппократа в нашем видеосюжете. Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. Эти строки Булгакова сразу приходят на ум, когда смотришь на целое поколение врачей только в одной семье. Общий стаж работы Ольшанских почти 300 лет. В их семье 10 медицинских работников. Представительница старшего поколения Татьяна Ольшанская, врач функциональной диагностики, считает, что ее, как и всех последующих членов семьи, вдохновил пример дедушки, первого врача в роду, который начал практиковать еще в 1917 году. У него заповедь была помогать людям. Коль ты медицинский работник, для тебя не существует. Кто он, из какой партии, из какого сословия. То есть, если человек болен, то идем навстречу. Марине, дочери Татьяны, удается совмещать работу врача с профессией педагога. А она не отрицает, что в преподавании может найти свое настоящее призвание. Но и с первой профессией медицинской сестры расставаться пока не собирается. Работа со студентами и не убирает работу с пациентами. Поэтому у нас такое всегда двойственное. То ли мы медики, то ли мы педагоги. Мы и то, и другое. К тому же, студенческое сословие женщина может понять без труда. Ее дочь Ксения сейчас как раз обучается медицинскому ремеслу. Пошла по стопам бабушки. Девушка будет функциональным диагностом. Ни одного дня, ни одной даже минуты, могу так сказать, не было такого, чтобы я в чем-то разочаровалась. Мне все больше и больше с каждым разом нравится. Ольшанских, а также представителей остальных династий медиков с общероссийским праздником поздравил в Рео губернатора Виктор Томенко. Он обещал докторам особую социальную поддержку, особенно тем, кто трудится в селах. Я уже Министерству здравоохранения, Края и Министерству финансов дал поручение рассмотреть вопрос, а возможно, может быть, усиление мер социальной именно поддержки специалистов, работников этой отрасли. Меры социальной поддержки позволят в том числе молодым докторам задержаться в сельской местности. Ведь как бы ни любили свое дело представители медицинских династий, каждый труд должен приносить не только моральное, но и материальное удовлетворение. Ирина Харитон, Павел Лауронин. Наши новости. Детские делегации из Казахстана и Киргизии стали участниками международной творческой летней смены, которая начала свою работу в Барнауле. По задумке организаторов экспериментального проекта, за несколько дней зарубежные гости, а по сути они наши с вами соотечественники, должны познакомиться с традицией и культурой русского народа. Безымянным пальцем с указательного. И обязательно вот так вот. Вот, 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 хорошо. Александра Воронина под чутким руководством народного мастера Алтайского края пытается изготовить исконно русский поясок из шерстяных ниток. Опытная рукодельница сделает подобные за 15 минут. Девушке времени потребуется значительно больше. Она приехала в Барнаул из Казахстана. Родилась и живет в Петропавловске. Мама и папа русские. Саша одна из тех детей, которым посчастливилось стать первооткрывателями международного проекта «Традиции Алтая». Ездили на набережную, сказали, в прошлом году построилась. Нам очень понравилось. Университеты смотрели. Идея организовать познавательные экскурсии с мастер-классами для детей наших соотечественников, которые живут в Казахстане и Киргизии, пришла коллективу школы искусств «Традиция». Они отправили приглашение в эти республики, там есть русские общины. И вот 17 человек приехали в Барнаул. Они приехали сюда для того, чтобы погрузиться в мир традиционной народной культуры. Потому что, вот как мы сегодня разговаривали с руководителем делегации Петропавловска, она говорит, мы вообще не помним этого, мы вообще этого не знаем. Поддерживаются, конечно, но они живут в республике Казахстан. И патриотизм другой, и все другое. Пять дней дети проведут в оздоровительном лагере «Звездочка» на территории санатория «Станкостроитель». Расписан каждый час, кроме массажей, бассейна, экскурсии, игры в лапту и хороводы. А еще в рамках творческой международной смены состоится фестиваль фольклорных коллективов. Принять участие приехали ребята из Новосибирска, Республики Алтай и Алтайского края. В ближайшую субботу все вновь разъедутся по домам. Но уже сегодня дети говорят, что прощаться будут неохотно и со слезами. Ведь русские корни, хоть в Казахстане, хоть в Киргизии, останутся русскими. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Победа, несмотря ни на что. Впервые в истории алтайские спортсмены-инвалиды привезли золото сибирских игр в следе людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Кузбасс-2018». Они успешно обошли 11 команд. Немало побед и в личном зачете. Секрет спортивного духа людей, чьи возможности ничем не ограничить, пыталась разгадать Анастасия Дороган. Затянул шнурки, затяни протез. Нюанс маленький, но значимый. Евгений Безногий с детства уже без нее учился преодолевать дистанции. Одно мешает хромота, наверное, поэтому спринтер. В футболе говорит проще. Отстегнул протез и вперед с костылями. Бегаю, тренировки по футболу, рыбалку, лодки несешь. Ограничений в принципе никаких. На протезе или нет, ограничений вообще никаких нет. И никогда для себя не делаю. При поддержке краевого отделения общества инвалидов на сибирских играх Алтай представляли 10 спортсменов. При этом спортом в крае занимается меньше сотни таких людей. Обычно инвалидам слишком сложно представить, что их возможности и так безграничны. Сергей это прочувствовал на себе, с рыбалкой, в лечении детства. Кстати, в Кузбассе наловил на второе место. Тебе тяжелее в том плане, что тебе все приходится одной рукой делать. И червяка насаживать, и забрасывать, и со снастями возиться. Настольный теннис – это последние 3-4 года. То есть взял ракетку тоже, думал, что никогда не смогу с одной рукой. Когда все чаще стал к столу теннисному подходить, играть. Уже свой стиль появился. Как правило, успех инваспортсмена – результат его личной работы. С ленью борются просто. А спорт для инвалидов – главное увлечение. Здесь заправилось и читать несколько видов. Кристина – одна из младших, пока исключение. Выбрала теннис и на первых же играх взяла золото. Как поясняют в Паралимпийском комитете края, наши спортсмены в регионе – одни из сильнейших. Много ребят, которые просто-напросто себя опускают до неузнаваемости. А эти… У них в крови, наверное, сибирский характер. И вот футболисты – наши ампутанты первые в чемпионате России. Поэтому для меня это не фурор и не какая-то новость. Я как бы уверен, что наши ребята, их посадив в волейбол, они тоже будут не последние. Кстати, в волейболе наши серебряные призеры. В общекомандном зачете впервые за историю края Алтай первый. Пока неизвестно, примет ли Барнаул игры следующего года. Эта победа для участников важна в другом плане. Как доказательство для сотен людей с ограниченными возможностями, что на самом деле возможности определяет исключительно личный настрой. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Так вот, на большей части территории края ясно и по-прежнему очень жарко. В Бийске, Олейске и Заринске камни на АБИ-28 со знаком плюс 25 в Белокурихе. В Барнауле ясно и солнечный ветер с северо-восточной слабый. Ночью до 16, днем 27 выше нуля. Это на сегодня все новости. До встречи. Владимир Урзля воевал на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах. В 45-м году в бою передовой ночпункт, где находился майор, был атакован врагом. Раненый офицер отбивался до последнего патрона, но был схвачен фашистами и зверски убит. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.